Дорогие друзья, представляем вашему вниманию аудиокнигу, подготовленную издательством AB Publishing. Приятного прослушивания! Глава первая. Что такое ипотека и какой она может быть? Для очень многих сегодня жилищный вопрос почти неразрешим. Жить где-то нужно, но денег на покупку жилья здесь и сейчас попросту нет. К тому же стоимость квартир настолько высока, что накопить на свои собственные квадратные метры кажется просто невозможным. В такой ситуации многие оказываются вынужденными снимать, арендовать жилье. Это не слишком дорого и позволяет иметь пусть временную, но все-таки крышу над головой. Между тем, у жилищного вопроса есть и другое, более сложное, но при этом более мудрое, правильное решение. Это ипотека. Выбор здесь очень прост. Можно годами платить деньги чужому дяде за арендованное жилье, а можно выплачивать ипотечный кредит, потихоньку выкупая собственную квартиру. Впрочем, прежде чем делать любые выводы, стоит разобраться с тем, что вообще представляет собой ипотека. Это форма кредитования, которая появилась в России около 15 лет назад. Ее суть заключается в том, что покупатель квартиры занимает деньги на покупку у банка. Квартиру он получает сразу же, решая таким образом свои проблемы с жильем, а сам кредит выплачивается на протяжении определенного срока, обычно 10-20 лет. На самом деле, ипотека – это не новое понятие. Уже в VI-VII веках этот термин использовался в Греции. Тогда термин «ипотека» означал «залог». Когда один человек занимал у другого деньги, на его землю вбивался специальный столб, на котором указывала сумма займа, имя заемщика и другие сведения. Если долг не выплачивался, кредитор получал право забрать помеченный таким столбом участок земли. За прошедшие столетия суть, как мы видим, не изменилась. Сегодняшняя ипотека по-прежнему является кредитом под залог некоего имущества, в роли которого чаще всего выступает недвижимость, жилье. Если заемщик вовремя не рассчитывается с банком, банк получает право забрать и продать заложенную недвижимость для погашения долга. У сегодняшней ипотеки есть несколько важных преимуществ. Заложить можно не только уже имеющуюся недвижимость, но и ту квартиру, которая покупается в кредит. Иными словами, та квартира, которую заемщик купит на деньги банка, может выступать в роли залога по кредиту. Это позволяет пользоваться ипотекой тем, у кого пока вообще нет ценной собственности, но есть, к примеру, стабильный доход. Сразу после покупки заемщик может начинать пользоваться квартирой, въехать в нее и жить. Таким образом, ипотека оказывается сравнительно быстрым решением квартирного вопроса. Вы получаете собственную крышу над головой не тогда, когда у вас будут деньги на ее покупку, а сразу же. Ипотека позволяет копить средства, ведь купленная квартира – это капитал. Здесь стоит привести такой пример. Арендуя квартиру, вы платите деньги за услугу, тратите, а не накапливаете их. Покупая квартиру в ипотеку, вы в конечном итоге делаете большое приобретение. После выплаты кредита вам останется ваша собственная квартира. Получается, что деньги уходят не просто так. Каждая новая выплата по кредиту увеличивает ваш же капитал. Конечно же, ипотека – это не только достоинства, но и недостатки. Это довольно дорого. Ипотечные выплаты при покупке в кредит однокомнатной квартиры примерно в два раза больше размера арендной платы за такую же квартиру. Это не слишком надежно. Если у заемщика изменилась ситуация, и выплачивать кредит он временно не может, возникли другие расходы, заемщик потерял работу и такое прочее, может сложиться тяжелая ситуация. Пенни. Проценты за просрочку и штрафы от банка могут привести к тому, что ипотека так и не будет выплачена. Иными словами, потеряв доход, заемщик не сможет приостановить кредит. Ему придется или искать... Сампел complete. Ready to continue?